С приходом в Государственное собрание Курулта Республики Башкортостан молодых и неуемных депутатов Валеева Гайсиной, Бузыкаева и Англосакса Могнсена парламент Республики буквально фонтанирует креативными идеями. Например, теперь эти энтузиасты предлагают освободить чиновников от ответственности за ряд коррупционных преступлений в условиях форс-мажора. Форс-мажором, кстати говоря, и в том числе предложено считать, например, санкции Запада. Согласитесь, это очень удобно. Едешь, значит, такой на Донбасс, фоткаешься там по-всякому и со всяких ракурсов, выкладываешь у себя ВКонтакте и в Инстаграме и вуаля. Попадаешь в санкционные списки и бери взятки без всяких опасений, а прокуратуре просто можешь показывать выписку из санкционного списка. Ну так что ли получается? Если вот этот законопроект или вот эта законодательная фантазия юных дарований в госсобрании превратится в настоящий закон, то, например, Ленаре Ивановой и самому Радио Хабирову уже никакой ФСБ не страшно. Можно загребать средь бела дня. Ну, надеюсь, что этот закон не превратится в закон по-настоящему, и Шамиль Валеев вместе с Зульфией Гассиной пойдут дальше играть в теннис спокойно и отстанут от нашей измученной действительности. А еще в госсобрании очнулся ненадолго от старческого литургического сна спикер башкирского парламента Константин Борисович Толкачев. Он неожиданно высказал глубочайшую и непроходящую озабоченность тем, что в аптеках Республики некоторые лекарства отпускаются без рецептов. Представьте, какой кошмар. За деньги, но без рецептов. Жаль, конечно, что Константин Борисович нисколько не озаботился тем, что если больной пойдет за рецептом к врачу, то очередь к специалисту иной раз может оказаться длиннее жизни самого заболевшего. Продолжение следует...